Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Но в этом случае объясняется, что «май» означает не «векар», то есть не «дрансформация», а «прочун». И поэтому «анандомай» может принимать последнюю инстанцию, то есть «выше ветки ничего нету», то есть никакого права не будет. Первое, что «май» означает «трансформация», то есть «выше ветки». «Май» можно переводить как «трансформация», когда она прибавляется к субиксу, у которого два слова идут. Аннамай… «ананан»… «ананАн»… «выше ветки». «Вильян», «выше ветки», «выше ветки», то есть «выше ветки». А в Ананде там три слога, и поэтому нельзя переводить этот майя как Микарс, потому что он прибавляется к три. Он слоган. В один видеокурс он переводит это как врачу, то есть это другая компетация уже идет. И есть изначально сутра Винамина, в котором говорится о том, что не Микарс, а не Микарс. И есть изначально сутра Винамина, в котором говорится о том, что врача имеет в виду оболочка вокруг души, то тогда какая-то нестыководка получается. Так что вопрос, что врача является, что врача имеет значение, что это означает «кавер». Каверин? Да, но это каверинка для души, но это не каверинка для души. Нет, в общем, это каверинка. Все что принудит, каверинка, каверинка. То есть каверинка переводит в покрытие, и Господь крахоменку говорит, что все что находится за его пределами, он открывает. Слово «покрытие» можно двумя способами, то есть в отношении об этом, то есть ваше покрытие, которое нужно убрать. Но последнее, которое вы увидите, что есть и вовремя, ведь нет, потому что нет, потому что нет. Слово «покрытие» — это вовремя, ведь нет, потому что нет. Но последнее «покрытие» можно убрать. У вас может быть много покрытий, и вы убрали все эти покрытия, как бы остается последнее то, что вот тут есть. В чем все пребывает? Нет ничего, кроме этого, поэтому убирать больше нечего. Она должна остаться, да. Кришны говорит Богу Петя, что все покоится, но мне потом уже трудно не забыть за ними. И самое главное, как можно эти качества мотивироваться, или можно ли это больше? Да, 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 да. Первое качество, прежде всего, это ширина инфекционных преданий. Все, что принять от всего, что было приятно, не забрать от этого, а не того, что не было приятно. А иметь очень твердую веру в то, что Кришна защитит меня. И поддерживать меня, как он реально говорит. И быть очень смиренным. И не имеет никаких независимых интересов от интересов Шри Кришны. Это такой предварительный такой вход. И когда такой ученик становится более продвинутым, тогда он начинает задумываться о том, чтобы служить сокровенному желанию сердца Голубева. И это не сила, это происходит естественно. На самом деле все уровни прохождения партии, которые описываются, то есть от штрафа и так далее, на самом деле у них описываются также и квалификации, и качества, какими должны было это решение. Потому что не будучи, как раз таки с от штрафом Шишей, истинным учеником, он не возможно продвигаться, чтобы проходить все эти этапы развития. Никто не сможет пройти этап Настаневрити, очищение Настаневрити. И не будучи настоящим учеником, невозможно достичь уровня ништя, стабильности. Что же он говорил, когда он учил с архитекта? Истинный ученик характеризуется двумя качествами, не шварка и не шкафата. Это без инцемерии, не шварка, не имея собственных каких-то корыстных интересов. На самом деле человек, даже начальник института, может стать позже в Сашиши. Нужно просто иметь вот эту честность. Нужно просто иметь вот эту честность. То есть он говорил о том, что салат и овощная вода. То есть это простота в поведении, это признак овощной видимости. Тут отсутствие вот этого притворства должно быть. Как в этом важном, я могу. То есть человек просто признается себе во всех своих, во всех своих, как бы, ну, плохих качествах. Я ленивый, я могу, или жарный, у меня полное возделение и так далее. Потому что на самом деле нет обусловленной души, в которой бы ни была коррупция сердца, то есть в которой бы ни была, ну... Как-то абсолютно все живы в этом мире находятся вот в таком состоянии, как... Как раз это коррупция? Да. Осквернённом состоянии, да. Потому что вот это вот как раз осквернение, это и есть качество мая. То есть быть коррупцией, это не важно, на самом деле. То есть у нас, что да, я торопедейская, но я сгорну по всем параметрам, на самом деле. Потому что это просто мая. Я эффективен по внешнему материалу. Я быть коррупцией. Я думаю, что я не коррупцией. То есть и думать о том, что на самом деле, то есть признаваться в том, что да, я как бы, ну, ну, короче, как бы иллюзию мая, по преду, я чистый, как бы, это полное, ну, бецемерие по обращению. Да. Поэтому вот эта вот простота и честность, она должна присутствовать в Сад Шище, где также человек должен служить в Гуру. И потом приходит в Гуру. И потом приходит в Гуру. И потом приходит в Гуру. И вот эта вот полная сила, только она способна уничтожить это мнение жизни. Когда я начинаю смотреть на себя, я думаю, что у меня нигде не хватит. И поэтому вот эта твоя минута просто необходима и важна. Если я не приду твоей минуты, я буду пробовать. Я не смогу продолжать жить. И вот эти настроения, смирения и выражения таких молитв, они находятся на молитвах всех наших очагов. И у человека должна быть тоже такая уверенность. Участлива, уверенность и уверенность. В среди стихов не само. Как в трети стихов не само. То есть, человек должна быть тоже успешен. Уверенность и... И все это помогает им развращивать, то есть это помогает им уйти в архиве. И вчера Батыша говорила о очень важном моменте, то есть не явно, то есть проявлась в архиве. Если что-то считается оправдой и нестяжимым, тогда Писания не будут ставить целью. И если есть что-то такое асамбаб, то есть то, что вы не можете делать, сейчас вы также не будете приписывать вам это как вашу садуну. И если что-то такое асамбаб, то есть нет романа того, что кто-то достиг это в прошлом на самом деле. То есть шастри не будут говорить это, приводить как пример на самом деле. И вот в этом включаются вот эти три вещи, они составляющие вот этой уверенности как бы в том, что человек на правильный дух. То есть в прошлом много душ, есть примеры, они прошли этот путь и достигли Кришны. И это вот про мантры. То есть цель достижима и самовозможна, как бы то есть ее возможности, чтобы не спуслись. То есть это возможно для всех, достижима для всех. И человек должен быть полностью уверен в этом. Кришне выглядит. Продолжение следует... 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 характеристика, но когда человек проходит эту стадию анарха, не врите, казалось бы, уже не должно быть анарха, но на самом деле какие-то следы остаются, то есть это даже только уровень лучше, то есть вот эти вот анархии или остатки анарха, они еще преследуют человека до этого уровня. Есть еще такие тонкие моменты. Путь роганого факта, роганого факта, зависит от лопы мощь роганого факта, то есть от веры, которая насыщена таким ужасным жизнением, то есть это желание, успевление обкушать, ощущать сладость отношений и раз, и вот эта жадность, она развивается тоже постепенно. То есть существует уровень, когда преды находятся на стадии 23, то есть я не слушаю пока те органы в партии, и вот это желание привлекает к этому уровню энергии. И поскольку его чита озверненный, естественно, он никак не квалифицирован, чтобы совершать Лилас Марман, он естественно не квалифицирован и служит своей Силь Харупа. Он даже не может подумать, не представить о том, что такое Силь Харупа. Тем не менее, можно считать такого человека, что он находится на пуке Раба Марка. Он находится на пути, и с верой слушают о тех, кто сами практикуют Рагануку Бхакти, и постепенно вот эта вера его взращивается, то есть хотя бы он сам, как бы, то есть он находится на пути, но он еще и не практикованнее практиковать саму личную. То есть стоит и строить его важных приоритетов его деятельности. Когда он постепенно проходит все эти стадии и на уме нижние, какие-то реализации, качества Кришны и его формы начинают проявляться. И на уме Ручи он может совершать первые какие-то аспекты Рагану Бхасадра. И он может воспевать и он может уже медитировать на спутников Кришны. Он может воспевать и он может уже медитировать на спутников Кришны. И вот эти вот спутники, они могут только начинать проявляться его сердце в качестве. Это, в первую очередь, нужно медитировать на спутников. В первую очередь, вы не можете помнить то, какого опыта, то есть чего у вас не было. Если вы как бы памятуете о том, что вы прочитали на книге, это совершенно другое, что вы памятуете о той личности его, с кем у вас есть отношения. И все наши ачарии говорят, что на самом деле Рагану Бхасадра начинается на уровне Руччи на самом деле, но вы все еще на пути. Если у вас есть, на того, как умоешь рактора, вы уже находитесь на этом пути. А на уровне Асакти вы начинаете видеть Аббас, то есть вы собственную духовную форму. Вы начинаете видеть Аббас, то есть вы собственную духовную форму. И вы тогда уже, видя свое отражение своей собственной свадьбы, вы можете служить двумя способами. Вы на ситхолубе на чатахи. То есть вы можете следовать внутреннему настроению наших ачарик, то есть то, как они служат в своей ситхолубе, и так же внешне, как они служили, совершать самую в эту тему. И вот он так вот говорит, что начальник должен следовать Вайти вакте. Но в общении с теми ващнамами, которые находятся на пути ракомарка. И вот в таком общении у вас начинает появляться жадное желание. И поэтому можно так сказать, то есть грубо не можем так сказать, что вы находитесь на пути ракомарка. Хотя, конечно, нет. И поскольку вы на пути ракомарке не прошли еще предварительной стадии очищения, то есть и поэтому ваши баки нельзя добавлять вас в течением свободных от каких-то либо каких-то интересов. То есть других желаний, то есть вы также проплыли. То есть вы покрыты анархами, то есть у вас другие желания есть. Ваше служение не анукул Кришне. И так же у вас есть перерывы в вашем бакте. То есть когда вы практикуете, у вас все нормально, иногда у вас появляет его права в вашем. И тогда вы можете уже на самом деле настроиться и совершать стабильную стадию. Но для того, чтобы медитировать на спутников, необходимо очень вкус. И вот на уровне руччи начинается первая как бы ракомарка садана. И вот на уровне руччи начинается первая как бы ракомарка садана. Приметование на спутниках, таких спутников, которые они исследуют. И второй аспект ракомарка садана начинается с уровня асады, когда мы прокручиваем своим ситам, и начинаем следовать настроению. Таким образом вы через этот орган асадана достигаете уровня бабы и реализацию своей собственной свободы. Это детали исследования ракомарка. Это детали исследования ракомарка. Но поскольку часто бредные не вникают во все эти тонкости деталей, что они в кучу смешаны. И они думают, что вот эта лопомарка шратха, она может вводить в любое время. О благословении ваш нам. И лопомарка шратха уже является квалификацией для орган асады. Орган асады бахты для снижения вашей духовной ручки. Поэтому, как раз вы имеете интерес, то есть вы можете служить в вашей духовной форме. Нет, это не правая конкурсия. Первым вы разработаете интерес, и это увеличивается, и становится более более интенсивным, и вы входит в реальную санаду. Потом вы практичите первый аспект о раке в реальной санаде, и вы можете получить последний аспект, который служить в ситадея. Таким образом, вы служите в ситадея с начала ракомарка. Люди путают и делают все в кучу. Они считают это в вашем начале, то есть я обрел вот этот какой-то вкус на самом деле. Соответственно, я получил вкус от какого-то вачнава, и теперь я могу горифицировать на то, чтобы вы медитируете на какой-то свой человек. Но это на самом деле не так. Сначала вы работаете с вачнавом, вы служите от него, вы получаете процесс саданы и проходите вот эти уровни. То есть сначала вы развиваете свою веру твердую, то есть совершаете садану, очищаете сатана, находите довольные мишки, то есть у вас стабильность, все. И только после этого вы начинаете в первую часть ракомарка саданы, то есть медитировать на спутник, и только потом вы уже можете как бы об что-то себе думать, то есть отобуждать, редактировать на свою сетку депо. То есть ракомарка, у него тоже много разных стадий, на самом деле. То есть человек должен подвигаться по этому стадию, понимая на каком уровне на данный момент он может быть. Но сейчас в нашей жизни очень много таких заблуждений. Вы в вашей группе любите, и тогда вы можете получить 11 сантиметров. То есть и маму бы дали, кто-то какой-то гуру дал, 11 сантиметров. То есть ваше имя, ваши одежды, ваше служение, то есть ваш родственник, то есть какой-то деревня там. То есть человек отдаёт, то есть это когда поправы, то есть гуру дает вам 11 настроение, то есть человек уходит и начинает размышлять об этом, и медитировать на своем. Да? И вы на самом гуру встанете с процессом. И, ну, не буду говорить о том, что это вещи, не имеющие смысла. Да, и когда я разбила Блайнфорд, Блайнфорд. То есть и, как бы, сливые функции с лицами, и оба, они сваривают с канала. То есть где-то чаще не смотрят, и падал очи. То есть где-то чаще не смотрят, и падал очи. И где-то чаще не смотрят, и падал очи. И сомненько, и падал очи. Так за ними пойдёт самодача, все ведащие. Затем ещё идут, на личности все падают в ракаману. А это называется Антхопарампра, то есть парампра с липцов, которые... То есть они дают такое дешевое сикто-пранали, то есть... Как вы можете иметь имя сикто-пранали? Получить сикто-пранали, если все те муру, которые находятся в вашей линии, они не сикха, то есть они не достигнут никакого сикто-пранали. А это сикто-пранали. И никакой гуру, естественно, не будет как-то навязывать, то есть давать Антх как раз-то дживи, то есть дживи, который полностью покрыт Антх, не будет давать никаких вот одиннадцати вот этих вот настроений попи. И он никогда не будет говорить такому ученику, то есть вот тебе одиннадцатый в стране горбия, иди мой единственный мейс, и совершай вот эту вот нержалобазу. И когда такой человек пойдет, то есть еще лучше на самом деле станет, когда такой человек пойдет в уединенное место, чтобы совершать разбивание святого имени и медитацию на свою сикто-прану, то есть эти анархи просто будут вылазить из него изнутри и душить его. Так что, конечно, я не знаю. Но я не знаю сикто-прану на свою ссену. По руку про с вами такие вещи никогда не писал, я написал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 С абсолютной точки зрения это не обязательно, чтобы у вас было понимание санскрита, как грамматика санскрита, как глаголаза. Потому что шабда-драмана, свата-пракаша, самопроявленная, самопроявляющаяся. На самом деле, настоящий мантрамархов на уровне Асаха. Когда он говорит, как он говорит, как он говорит, то есть он говорит, как он говорит, как он говорит. Вс liquid of Krikshna, как у него кастулит, его вынесёт – в этой моменте тоже самое. Шанта становитсяき問, он начинает с трудом появляться. Когда чита очищена, когда вы памятуете о форме Кришны, эта форма проявляется в вашем чите. Это хороший вопрос, потому что мы как раз говорили по теме. Все эти противоречия, что такое бахты, что такое бахты, что такое бахты, они устанавливаются. Это не основное. Это не основное. То есть они дают непонимание вот этой ведической эстемологии. Мы познаем об объекте благодаря шахту Прама. И шахту Прама. Звук Прама. Потому что она дарует Джатити Пратита. То есть она сама являет объектом. Звуковая эмиграция. То есть такая логика, ты и есть десятка называется. То есть такое откровение, скажем так. То есть десять человек, они находятся в лодке, и они пересекают калия-тру. И вот как капитан говорит, посчитает вот этих вот, сколько нас тут в лодке. То есть он считает всех раз, два, три, четыре, пять, как бы, то есть с девяти досчитал, и как бы про себя естественно посчитал, сказал, у нас девять, кого-то нету. Он говорит, проверь, друга, проверь, что у вас. И он тоже тут убежал, потому что у нас девять. So, then some person was watching this comedy. He said, no, you are the ten percent. И вот другой человек смотрит на эту всю комедию, как бы говорит, да, что два, два массива, то есть ты и есть десятый. И что, как бы. And the moment he heard, the moment that he heard, that's the story. You are the ten percent. Then he realized you. В тот самый момент, когда он услышал это, как бы, он сразу осознал все это. So, шапда, transcendental sound of the Vedas is exactly like that. И шапда, transcendental sound of the Vedas, is exactly like that. You hear it when you hear it, you realize it. То есть, вы слышите об этом и вас узнаете о том. But there's one condition. Но они с того условия. The Chita. The Chita must be pure. Chita должна быть чистой. And if the Chita is not pure, when the sound comes, then you know what is called Myka, we are done. That means there is the interruption of Maya. То есть, и вот, когда ваше Chita нечистое, как бы, и существует такое, как бы, прерывание. То есть, Maya является, как бы, барьером для того, чтобы этот звук прошел, как бы, и явил себя. Как телевизионный сигнал. Как телевизионный сигнал. То есть, если вы будете настроены на правильную, как бы, волну, то есть, вы прошли телевизор, то будут искажения, помехи очень сильные. Как бы, если настроены, то картинка будет четкая. Все слушают. Все слушают. Но мы же сплакаем. Как бы, такие искажения серьезные. Но человек, который вредный, изучается, то есть, человек, который вредный, изучается, и его постепенно очищается. То есть, когда человек с чистым сознанием слышит, у него, как бы, начинается, как бы, вещание сделано. То есть, он видит, он слышится, он видит, что, как бы, laquelle мы работаем, как бы, мы хотели, чтобы, например, в ней было меньше, пока в ней выдan такойenniga. Если вы объедин 듣日本, которое как бы вызывали 시청者, Бют, мир, 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 мир. Если вот это вот проявление, то есть, видение, оно прерывается к маях нивоматка нивоматка, Then you just get Parityatyrгьян. that gets the reason with information. Then you get Parityatyrgyam. И вы тогда вот эта вот эта же, проявление и ответство, то обязательно, то есть, unlocked you. Информация фрагментирована кусочками, то есть не в полной картинке она как бы кусочками открывается. Микритерия. Микритерия. Оно искаженное также. Биварк и кратерия, то есть то знание, которое сфотографировано иллюзия. И вот вообще к непониманию в плане бахти как такового, то есть оно происходит из-за того, что сейчас не понимает эпистемологию бахти, то есть то, что говорится о Най-Ара-Ха, то есть вот эти вот 10 пасхан. То есть, вопрос в том, как медитировать на югу. То есть, о чем думать сначала, о том или об этом? И сначала нужно, чтобы сердце было очищено, и только потом человек может медитировать на форму, качество, парикад и уже потом льет. Но все хотят получить плод, не взбираясь по дереву. Если вы не хотите карабкаться на дереву, то просто довольство с этими фруктами, которые уже упали и начали погнивать. Вчера был мнением Мудр Борбишева за два другого характера, и много его учеников приходят. И человек, который не очистил предварительно свое сердце Амад, как бы если такой человек начинает медитировать и дать на Игры Рады Кришны, то есть, это поможет такую женщину, которая, как бы, желая иметь пленку, но при этом не беременную, то есть она идет в какую-то больницу, то есть начинает там кричать, как будто она рожает. Но как же так, такая женщина, почему ребенка-то нету? Я видел, другая женщина зашла в больницу, там кричала, как бы, что с ребенком, как вам? Мне еще нет. То есть, это имитация такая. То есть, это имитация такая. То есть, надо сказать по-другому, это не так работает все. Сначала нужно применять. От такого, ну, мужчины, который обладает потенцией. То есть, другими словами, на нашем языке переводят, человек должен получить гибкую от реализованного гуру. То есть, если женщина обладает погибаемой, она может даже зайти в нас в�у . И даже сразу, скажем так, что ждет 9 месяцев, слабо, 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 для того, чтобы ребенка развиваться. И все равно, этому тоже не достаточно, что еще нужно 9 месяцев по нашему плоду, на самом деле только после этого. И тогда, когда гибкая период будет закончена, то, естественно, это просто происходит. То есть, когда этот период завершён, то уже естественным образом родимся ребенком. То есть, если человек не создаёт струнью Кришны, тогда ему приходят самображать. То есть, если человек будет думать, что я 23-летняя девушка, то есть, у вас просто впечатления возникают от какой-то там сводительной девочки. То есть, как Кришне говорит, то есть, то, на что вы медитируете, тем не становитесь. То есть, вот реализация, то есть, конечный плон тех людей, которые занимаются органов и садой, не будучи готовыми, заключается в том, что в следующей жизни они не получают этого. То есть, они становятся девушками никого-где в этом мире. То есть, поэтому очень важно осознавать и понимать, что начальные, как бы базовые вещи, учения, срочетания, потому что это все вот так. И, конечно, это не важно. Джима Госвами, я не знаю, что они не знают, что они знают, что они знают, что они знают, что они знают. Учения читали в шести сандартах, и первый сандарт называется татва сандарта. Это первые базовые философские вещи, не осознав которые, человек не сможет понять какие-то духовные вещи. Потому что процесс осознания и понимания духовной науки в корне отличается от того, что мы изучаем в материальном плане. То есть в материальном плане человек полагается, когда он исследует какого-то объекта, изучает что-то, то есть он полагается на восприятие, чувственное восприятие, в какой-то степени как на логику обирается, и на его исследования, опытные методы. Но то, что находится за пределами чувств, то есть сарба за пределами всего, и то, что является сарба ашрай, то есть прибежищем для всего. И что по своей природе сарба ашрай, то есть по своей природе является непостижимым, удивительным, потрясающим. То есть это не возможно познать тех способов, которые мы привыкли к опознавать, то есть это должно быть постигнуто абсолютно другим способом. И это можно познать только апракрита ватчана. Апракрита это значит сказать естественно, там циндентный ватчана, это слова, то есть или вибрация. Это называется Шапта Брамма. Это называется Шапта Брамма. И Шапта Брамма можно получить от того человека, чьё сердце абсолютно чисто. И Гуру наставляет и ведёт ещё только таким образом, чтобы вначале очистить его сердце, и чтобы тот уже реализовал Шапта Брамма. Путь Карма — это загрязнение радусов. Путь Кьяны — это сохранение осадок в Луне. Только в акте, в первой встрече, является миром Луны и западе Оргумы. И занимая ученика ангами Бакти, он возвышает постепенно ученика над этими гунами, чтобы в итоге ученик оставался Шапта Брамма. Все эти вопросы, связанные с высотой, как мы можем, прошу. Борь, проносли, реки Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok